Я хочу сначала вести такие понятия, на которые сегодня немножко буду ссылаться. Если у меня А какой-то класс морфизмов в категории А под множеством ОРЦ, то можно вести... Можно здесь хуже взаимодействовать? Значит, сегодня Аршак вообще будет рассказывать про модельную структуру на комплексах. Вот, правильно, ограниченность. Да. Над R-модель, R-модель, R-модель. Да, но я попробую сказать это в обильной категории, которая достаточно проективна. Ну, вот, может быть, я ошибаюсь, может быть, потребуется R-модель, но потом увидим. То есть вот A под множеством ОРЦ я ввожу, значит, A, L. Это множество всех... Любая. Всех F из МОРЦ таких, что F слева ортогонально к А для любого А из А. Вот, то есть это значит, что вот F слева, справа А, и для любого морфизма существует понятие. Слабо ортогонально существует просто не обязательно единственное. Вот. Ну, и AR – это двойственно множество всех морфизмов из С, таких, что они правоортогональны ко всем морфизмам из А. Что это называется? Ну, такой термин, я не знаю. Лифтинг. Ну да, лифтинг, да. Это называется слабая ортогональность. И вот я хочу, значит, такое замечание, можно рассмотреть как упражнение, значит, что AL, AR, они замкнуты относительно композиций. Относительно композиций ретрактов содержит все изоморфизмы. Дополнительно AL замкнуты относительно пушаутов и копроизведений. А AR замкнуты относительно пулбэков и произведений. Ну, еще AL замкнута относительно трансфинитных композиций. Если, значит, понятно, что это, значит. Вот. И, ну, вот это, в принципе, более-менее обсуждалось уже. У меня вот так вот явно не говорилось. Я хочу просто это все не использовать. Конкретно использовать замкнуты относительно ретрактов. Вот. И, кстати, с этими понятиями связан этот вопрос, на который я пока не знаю ответ. Но это должна быть какая-то классика. Но вот я не спрашиваю разных дней и ответа не получил. Интересно, как, если класс А, я могу принять к нему эти операции, получать разные классы. Вот какие между ними в общем случае есть соотношения. То есть, вот я, кажется, знаю, что я читал в Huawei, что вот после того, как мы один раз применили L, после этого если применить R, а потом L, мы снова попадем сюда. Вот, да, вот есть такое, да, вот такие соотношения есть. L, R, L равно… Это мы в любой категории, да. Вот. Но есть ли какие-то еще соотношения или это все в общем случае? Значит, на этом языке вот таким можно компактно сформулировать, что такое модельная категория. Вот еще такое замечание, что модельную категорию, на мой взгляд, при ней будет немножко более естественно, как бы, менее произвольно, выкоплять так. То есть модельная категория – это… Вот у меня категория M, в которой выбрана, значит, категория, выбрана три класса морфизмов по фибрации и фибрации слабой эквивалентности. такие, что… Значит, вот M с W – это категория со слабыми эквивалентностями, то есть W удовлетворяет правил 2 из 3, категория со слабыми эквивалентностями – это E, W, удовлетворяет 2 из 3. И… Ну, это значит, что… Ну, да, в общем, это обсуждалось, это F, G, да. Вот. И еще, что, значит, вот такие два… Значит, кофибрации пересечь со слабыми эквивалентностями и фибрации, и здесь фибрации пересечь со слабыми эквивалентностями – это слабые ортогональные системы факторизации. «Система факторизации» и следующая тоже. Вот. То есть это значит, что любой морфиз – это значит две вещи. Вот это общее понятие, которое… Игарсмарри будет в отрыве на дальних категории. Значит, это значит, что вот это – это в точности левый к F, а F – это в точности правый к этой штуке, к слабым кофибрациям, ациклическим кофибрациям. И что любой морфизм раскладывается в композицию… Ну, в общем, понятно, что любой морфизм раскладывается в композицию вот так вот. Вот. Ну и… Потому что ортогональность слабая. Потому что существует поднятие, но не единственное. Если бы оно было единственное, то кажется, уже не было бы тоже единственное. Нет, я думаю, что потому что не ортогональность… Да, но это связано. То есть это вот слабая ортогональность… Вот мы пишем L, R, вот эта слабая ортогональность. Если бы у нас F, L — это были бы строго ортогональны к F, то есть не просто существовал маркетизм, он был бы единственным, тогда, я так понимаю, разложение было бы единственным тоже. Еще иногда, ну вот, Хавей при этом еще требует функториальный, например. То есть он пишет, что это слабый ортогональный функториальный систем фонтализации, то есть вот это разложение, оно функториально осуществляется. То есть это не свойство, а дополнительная структура. Мы еще добавляем эти функторы к конечному. Но про это определение сложнее, конечно, чем то, что было дано на прошлых лекциях. То есть мы будем как раз про эти аксиомы, про ретракты и так далее, потому что это вот удобнее для, в крайней мере, сегодня это удобнее для проверки того, что комплексы с национальной структурой — это модельная категория. Ну вот, значит, да, значит, итак, я буду работать, вот у меня Абельба-категория. Абельба-категория, в которой достаточно проективных. — Можете только откоментировать там то, что можно лучше найти? На чем это отличается модельной категории? — Ничем. Это определение модельной категории такое, равносильное, просто немножко, мне кажется, более естественное. То есть, ну, например, там какие-то аксиомы про то, что там заплаты от ретрактов, здесь это все инкапсулировано, как бы, ну... В общем, вот Абельба-категория достаточно проективных, и это значит, что, наверное, все знают, для любого Абельба-объекта из А существует эпиморфизм из проективного в него. Вот основной пример — это R-Mod, и, возможно, что на самом деле то, что я бы сказал, что работает в R-Mod, мы сейчас посмотрим внимательно и поймем. Вот, да, значит, то есть я напомню, что я хочу доказать. Значит, теорема пусть chain A — это категория, объекты которой — это вот такие ограниченные комплексы. Дальше я продолжаю его нулями в этой Абельбе-категории. И... Значит, выделим в ней... Значит, определим в ней так. Значит, эти классы слабой эквивалентности — это те аморфизмы F из A в B, два ограниченных комплекса, что они на гомологиях... Ну, наверное, просто можно так... Фунтаркомологии, они идут сюртезоморфизм. Кофибрации — это такие аморфизмы из A в B, что... Что значит Fn, действующая из A в N в B, это моно для любого N. И коэдро его, ну, то есть это Bn-фактор по N, оно проективно. А фибрации — это такие аморфизмы из A в B, что Fn — Эпи для любого N большего нуля. Вот мы можем доказать, что это модельная структура. Ну да, да, потому что точно... Ну, я могу его решить. Да, то есть точная последовательность проективного в коде расщепляется. Вот если тут стоит проективный, то она расщепляется, поэтому... Так, значит, мне для начала понадобится такая лемма, которая решается диаграммным поиском. Не буду ее рассказывать. Значит, лемма такая. Следующие условия равносильные. Ну, для F из A в B. Следующие условия равносильные. F — циклическая фибрация. И морфизм из... Давайте я его построю. Сначала AN у меня вот тут. AN-1, BN, BN-1. Значит, есть такой съестный морфизм из AN в... Если я возьму элемент AN, применю к нему дельта, я получу какой-то здесь цикл. Значит, у меня получается вот морфизм в Z, A. Это вот циклы в этом члене. Если, значит, и вот могу еще применить к этому элементу F, получу элемент BN. Вот, и эта пара, она переходит в одно и то же здесь. Поэтому это над Z-1, B. — Ну, да. — Поэтому D от A, F, это элемент BN, это у меня какая-то кондиция, но сейчас это цикл, да? Вот он тут написан как ZN минус... 1, A, да, это циклы. — Это границы, правильно? — Нет, это циклы. Ну, да, получается, границы, но... — А как AN отображаются. — Да, да. И вот началось это отображение, оно EPI. EPI, ну, в общем, это EPI для любого N. Ну, при этом мы считаем, что когда N... Ну, точнее, мы даже не считаем, но так и получается. Если взять N, если есть отрицательное число, то это просто равно нулю. Вот, значит... — Можно только, если вы не 20, вот мы их компенсируем, но так вот складывать 2, как вот S, N, где сколько-то там, N минус 1 или N, то, что я вам писал. Вот если у вас есть S, N, это где-то 1 элемент ненулевой, да? Ну, как-то, это не N. То тогда хомы из него — это в той жести цикл, правильно? Ну, потому что я от этого... А теперь у вас есть два соседних ненулевых, и между ними, значит, I-90 отображение. Ну, тоже образующие там холесо само. Ну, у вас любая... — Ну да, 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 но если надо R-MOD. — Ну да, любой R-MOD. — Ну, скорее так не получится, конечно. Вот. Но если у вас есть там действительно модули, то тогда... То есть вот то, что... Вот реально вот эта вот стрелка — это просто... Вот это условие подъема, вот то, что тут написано, это условие подъема для вот от некоторого... Ну, для... Если это не из генераторов, да? Из S, N, N, там, минус 1 или я не знаю, как это. Понимаете, да? Потому что из D, N, минус 1, там, отображение в комплексе — это что такое? Это не обязательно цикл, это любой элемент. — Да. — А из S, N, это цикл. Вот получается, что это на самом деле условие — это просто условие подъема в таком смысле. — Если честно, кстати, я не смог... Вот я пытался понимать, как этот грант-поиск делается, но не получилось. То есть это, наверное, должно быть как-то несложно, просто я что-то не сообразил. Вот, ну... — Ну, это не запутанно. Мне кажется, что питаться через эти S, N, 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 она очень... — Мне было бы интересно узнать, как это сделать. Ну да, ладно. В общем, я сейчас буду этим пользоваться. Давайте я начну по порядку просто проверять, что это модельная структура. Во-первых, мне надо проверить... А, ну да, я, кстати, когда-то написал определение модельной категории, я сказал, что, конечно, M, B полна, есть все малые пределы и копределы. Вот. И, значит... Ну, конечно, это категория B полна, это там, мы знаем. Значит, B полна-то. Ну, в общем, мы там ссоциаж, а B полна-то мы знаем. Можно, например, сказать, что это там... Ну, можно, например, явно пределы считать, можно сказать, что это рефлексивная подкатегория в категории функторов. У меня, изначально, Абельева тоже B полная я не написал, это B полная. Сейчас. Ну да, это не обязательно. Конечный к пределу и копределу, конечно, есть, но произвольных может не быть. Вот, значит, B полная. Так. Ну да, вы, кстати, правильно сказали. Сейчас есть случай, полнота, сейчас есть случай от того, что категория функторов. В любую B полную, B полная. А здесь у меня не все функторы, но это рефлексивная подкатегория в категории всех функторов. А рефлексивная подкатегория B полная, B полная. Поэтому... Ну, это все функторы, да? Нет. Условие у нас еще, что композиция равна нулю. А вы можете задать такую... А, это, ну, как будто бы не рефлексивная. Ну да, да, хорошо. А, я понял, да. Я просто позвольствую, что было бы тоже. Ну ладно, я не знаю. Ага. А, ну, мы посмотрим ограниченность права. Да. И нам в качестве фибрации кто выбирается? В качестве фибрации выбираются все морфизмы, которые... Эпиморфизмы на всех членах, кроме нулевого. А на нулевом? На нулевом нету слоя просто. Ну, это некая антипризисная слоя. Я сейчас только не понимаю. Дело в том, что когда они вводы, струнные, неограниченные, что более сложно, то фибрации — это те, которые на всех членах субъективны. Ну, там нет нулевого сайта, понимаете, да? Они на всех членах. А почему? Можете как-то прокомментировать? Я не знаю. Почему только на нулевом должен быть субъективны? Единственное, что я могу сказать, что, возможно, я просто ошибаюсь. Нет, там так написано. Все правильно, да? Я посмотрел чуть-чуть. Ага. Я не просто могу, не помню, где условия больше нуля. Может, в кофе-брациях, но если все правильно, тогда я не знаю, почему так тоже не будет. Да, я вам тоже обращаю внимание. Да, ну ладно. Значит, биполнота. Еще мы проверяем ретракты, что все эти классы там, кто это следует ретрактов. Значит, про слабые квалиатности — это, наверное, понятно. Значит, если мы берем любой морфизм... Значит, такую лему докажем, что ретракт изоморфизма — это изоморфизм. Я не знаю, это не обсуждалось еще. То есть вот, значит, у меня F какой-то морфизм, точнее, F — это изо. B, да. Будет, скажем, H3, A с черточкой, B с черточкой, F с черточкой. И вот F — это его... Сейчас, я хочу сказать, что у меня... Да, значит, вот это изоморфизм, а вот это ретракты. То есть вот есть такие inA, inB, pA, pB. И тут F из A в B. И вот эти композиции равны ID. Вот, то есть F маленькая, ретракт F с черточкой, F с черточкой изоморфизм. Тогда я отражаю, что F изоморфизм. Ну и обратно к нему определяется так. F минус первый. Определяем как... Значит, я хочу пройти сначала... Вот у меня здесь B в А пройти. Я хочу пройти сначала вот так, потом так, и так. InB. F с чертой в минус первый. P, A. Вот, ну... Простите, значит, это B минус первый определяется, да? Да. Но я сейчас могу проверить, что... А, здесь... Да, что F минус первый. Это так, да. F, P, A, F, значит, минус первый, inB. Здесь надо воспользоваться тем, что F и P, A коммутируют, да? Получается F с чертой в минус первый, inB. Вот это сокращается, а это равно id. Ну и аналогично F минус первый F, то же самое происходит. Тут тоже в середине сокращается и равно id. Вот. Забавно, я бы вернулся, вот такое рассуждение, а оно для мною вообще. Ну да. А я объясню, что... Да. Ретакт из аморфизма, всегда из аморфизм. Ну тогда, что мы имеем? У нас слабые крайнести определяются как некоторые аморфизмы, которые... Ну вот, мы можем посмотреть этот функтор гомологии, рассмотреть его на категории морфизмов. Мор чейн А в... Ну вот, получается, в мор... Куда он там... Сейчас. Ну да, в мор А в степени целые числа, да? Гомология комплекса — это целые числа, ну, это последовательность объектов в аморфизме категории, да? И вот мы такой функтор имеем в гомологии. И мы, значит, говорим, что слабые крайнести — это те аморфизмы, которые перешли в азаморфизмы. То есть, вот, значит, я беру слабую аморфизм F, получаю здесь азаморфизм HF, а у меня тут слабые аморфизм есть ретракт G, G — ретракт F. Значит, любой функтор сохраняет ретракты, поэтому HG, также вот, если G — это ретракт F, то тогда HG — это ретракт HF. Но, значит, HF — это из аморфизм, поэтому это тоже из аморфизм. Значит, G — это слабая эквивалентность. Так, надо еще понять, что кофибрации и фибрации замкнуты относительно ретрактов. На самом деле, вспомним сейчас, что я забыл это сделать, я только, значит, в говарсе проекта ничего не написано, он говорит, что все это очевидно. Вот я, собственно, подумал, просто забыл про... Если вот вы хотите вот все равно, что такое, а или не хотите такое, что слабые системы футболизации... Ну, не-не, я просто доказываю пять аксиом, а вот эти, которые, значит, были сказаны, из них это следует, то есть это одно и то же. Роднозильное определение, ну, функциональности там я не требую. Ну, конечно, да, но и как бы, как мы не знаем же, что мы пока проверяем это. Почему вот, может быть, в эти вот сейчас поймем, может, это не сложно совсем, то есть он говорит, что я прямо проверяюсь, почему кофибрации замкнуты относительно ретрактов, например. Или вот фибрация вообще простое определение, значит, просто эпиморфизм у всех членов кроме нуля, почему они замкнуты относительно ретрактов. То есть у нас есть такой морфизм, его ретракт. Почему он тоже будет... Ну, то есть у вас вот этот самый субъективен, да? Да, давайте... n с чертой, bn с чертой. Я знаю, что вот это epi. Хочу доказать, что... Хочу доказать, что вот этот сам ретракт, его epi тоже, да. То есть я беру здесь какой-то элементик b. Я вложил там вложение Фрейда Митчева в вармод. Беру b. Хочу получить прообраз, да. Я могу отправить его сюда, взять здесь прообраз и потом подействовать вот так, да. И это будет его прообраз, потому что... Ну, вот здесь, значит, я так построил вот. А построил. Если я применю потом вот эту штуку, вот эта композиция равна вот этому, да. И, значит, вот тогда вот я беру прообраз, потом иду по этой стрелке. Это если сокращается, получается просто такая композиция, которая равна id, понятно? 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 Я беру здесь элемент b, да. Хочу получить у него прообраз. Вот такая стрелка epi. Я применяю к нему вот это отображение, беру прообраз, потому что это epi, и применяю вот это отображение, получаю какой-то элемент a. Хочу доказать, что a — это прообраз. Вот, то есть я хочу применять вот эту функцию и получить b. Вот эта композиция равна вот этой. Здесь я, когда я a в праве, я тут брал прообраз, значит, после того, как я применяю эту штуку, я получаю обратно этот элемент. И после того, как применяю вот это, получается id. Хорошо. А, значит, так же, видимо, доказывается для... Ну, для инъективности. То есть если у меня вот здесь какой-то элемент a а перешел в ноль, а перешел в ноль, то я подействую на него вот этим, значит, отображением, получу здесь какой-то a с чертой. Он тоже перейдет в ноль. Так как мы знаем, что это отображение моно, это значит, что a с чертой было нулем. Но сечение это моно, поэтому a равно нулю. Вот. Ну, еще надо понять, что у этого мономорфизма тоже кое-ядро проективно, если вот у этого проективно, да? То есть у меня вот тут кое-ядро проективно. Почему? Если возьму кое-ядро вот этого отображения, почему оно тоже будет проективно? Ну, мне кажется, можно на прямую сумму. Ну, да, выкажите, прямая сумма стоит. n плюс p с чертой плюс p, да. Ну, это мы не знаем пока, наверное. Вот это вот мы не... Или что? Нет. А, ну да, конечно, да. Если а будет. Ну, да. Но оно не обязательно проективно, да. Да, ну... Не, наверное, понятно. Вообще, у нас вот эта штука, это ретракт, как вот ретракт расщепимой последовательности, наверное, она... тоже расщепима. Но, честно говоря, я не подготовил это, но я могу потом после лекции подумать, искать, если... Давайте сейчас, наверное, не останавливаться на этом, раз я про это забыл. Хорошо. В общем, мы проверили первые две аксиомы. Первые две аксиомы проверили. Теперь давайте... Ну, значит, да, биплантую, ретракты... А, еще надо... Значит, да. Теперь давайте проверять... А, еще надо два из трех проверить. Ну, это тоже очевидно. Два из трех для слабых эквивалентностей. Ну, понятно, оно выполнено просто для... Ну, если у нас любой функтор F из любой категории CFD, и мы рассматриваем класс WM-морфизма F из мор C таких, что F от F это изо. Это стал дать правило два из трех. Потому что... Потому что это верно для изоморфизмов здесь, ну, и, значит, верно для этого класса. Поэтому это тоже тревиально. Вот. И вся, значит, теория заключается в проверке... Ну, проверки, значит, то, что слабо ортогональности и эфектаризации. Пожалуйста. А можно встретить, как-то для эфектаризации? Да. Да, мы говорим, потому что мы можем... Ага, да, значит, кофибрации — это морфизмы, которые, значит, на каждом члене моно и коэдро проективно, а фибрации — это морфизмы, которые на всех членах эпик, кроме нулевого. Комплексы у нас ограниченные. Так, я сейчас на всякий случай. А мы еще услышали, вот, в связи с ленингом, которые вы не сказали, потому что на грамм-консе на грамм-консе там только какая-то степия, история, как я читал, и то, что ты поснимал, что там вот есть условия 1 и 2, и одно для нынг больше или правного нынга, а другое для нынг больше, то есть какая-то... То есть вот это вот, что кроме любого члена, она в этой ленинге тоже не только. Ну да. Как это пунктится с этим вот, с этой историкой? Да, во втором там для всех. Да, во втором там для всех. Нет, нет, нет. Чисто с улицами. Но вопрос, мы ведь на днем, чтобы не другое было. Нет, требовать не надо. То есть да, у нас один класс такой простой, другой чуть-чуть сложнее. Как бы, да. Хорошо, значит, давайте теперь доказывать лифт для классов значит вот как ациклическая фибрация, то есть кофибрация и ациклическая фибрация. То есть пусть у нас есть ABNN. Вот это, значит, скажем, это G, это Q. То есть вот G — это кофибрация, а Q — это ациклическая фибрация. мы хотим построить поднятие. Так, вот давайте заметим, что значит сейчас, значит, надо нарисовать у меня AN, MN, B. То есть я буду делать по индукции. Я предполагаю, что по N, то есть я предполагаю, что для всех предыдущих уже построено и устроено на следующем члене AN-1, MN-1, BN-1, NN-1. Вот здесь построен лифт. И я хочу определить, значит, отображение, естественно, из BN в... значит, я могу взять этот элемент BN, значит, применить к нему вот это получить элемент NN и применить к нему границу, получить цикл в... сейчас... получить здесь цикл, а потом применить к нему вот это отображение еще, вот это поднятие и получить цикл вот здесь. Цикл в N-1 члене комплекса M. Вот. И эта пара, она... значит, эта пара элементов, она отображается в один и тот же элемент, в один и тот же цикл вот здесь. В Z, N-1, NN-1. Ну, почему, почему, если я здесь получил цикл, то вот он отображается в цикл, потому что, если я применю к нему этот дифференциал дальше, то... вот... ну, вот эта стрелка, это то же самое, что... сейчас... сейчас, значит... я хочу сказать, если я пойду вот так, потом так, то это... Зачем, в чем проблема? Казалось, что если бы это было бы просто... не было бы комплекса, да, а был бы просто вот один только слайз такой, где N параметок, да, то это мы бы легко сделали, правильно? Что сделали? Ну, построили бы поднятие, если бы было бы только AN, N, MN, и... Почему? Почему легко? Ну, мы бы сказали, что B это A плюс проектирование, что B... BN это A, N плюс проектирование, и казалось бы... Сейчас, почему, например, BN это A, A, N плюс проектирование, мы же не знаем этого... Ну, это просто фибрация. Ой, да, простите. Хорошо, но... Дело в том, что вот эта штука не сюрективна. Я хочу как раз заменить этот значок понятия на другую значок понятия, в которой это будет сюрекция. И когда из-за уже есть проективный, я могу сделать поднятие. Так это же она сюрективна. Ой, в смысле, извините, не вот эта штука. Это не сюрективна. Это неважно. У вас как бы он сюрективный, а он вражается в N, N, и его нужно поднять в N, N. Да, да, вы правы, да. Дальше вам нужно, если бы у вас был только один слайс, а дальше вам нужно еще как бы ваниться о том, чтобы это было согласованно с предыдущими. Да, хорошо. Похоже чуть-чуть вот это за N, за N, за 1, да? Может, расскажете о том, что я... Не-не, все правильно, да. То есть здесь действительно, если бы у нас был один, то все бы работало. Но сейчас мы это действие, мы сейчас, собственно, и сделаем. Только надо сначала немножко заменить задачу поднятия. Вот сейчас давайте поймем, почему вот это получается цикл. Вот если я беру вот так, вот так, это будет элемент N-1, я хочу принять в нему границу, доказать, что это будет ноль. Доказать, что это будет ноль, потому что... Сейчас. Сейчас. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал 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 DimaTorzok Просто вот что происходит? Просто повторите. Хорошо. То, что мы пока как-то поняли, чтобы... Хорошо, да. То есть А0, Б0, М0, Н0. Дальше нули. Мы хотим построить здесь поднятие, да? Мы знаем, что у нас эта штука эпи. И здесь... В общем, мы просто видим, что вот эта штука — это А0 плюс проективный, да? Потому что такое дро проективно, и специальность расщепляется. Значит, здесь А0 плюс проективный. И вот нам нужно вот эту стрелку поставить. Вот эта штука, значит... В общем, если мы проецируемся на член А, значит, я эту стрелку напишу как сумму. Значит, если я проецируюсь на член А0, то я могу просто вот эту стрелку использовать, надо ее сейчас назвать, например, F. Значит, здесь у меня будет F в композиции с проекцией на А. И плюс, если я проецируюсь на член П, то я хочу... Значит, у члена П, он проективный, здесь эпиморфизм, то есть какое-то поднятие вот этого отображения, да? У этого отображения есть какое-то поднятие. Давайте я назову это понятие Е. Значит, тут Е плюс проекция... Значит, проекция на П в композиции с Е. Вот, значит, эта сумма, это искомое поднятие в этой диаграмме, потому что... Вот это довольно коммутативно, потому что здесь, если я прихожу из А0, вот это просто нулевое, оно не играет, ну, оно исчезает, и получается API действует тождественно. Видите, а вот что за стрелку, которая самая... Да, вот верно в сигнализм. Вот из А плюс П, куда-то, там, в другую, да, вот. Вот сейчас, у меня вот эта стрелка, такая стрелка я устрою. Да, 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 стрелка, она по-любому, там же следующий ярус у вас 0 будет. А, здесь 0, конечно, да. Да, 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 так что... Да, и здесь я могу просто построить вот такую стрелку, и коммутативность тут есть, то есть, потому что тут просто нулевый объект. А в смысле... То есть, я имею в виду, что... Сейчас... Ну да, то есть, вот эта штука, да, вот эта штука, это, в частности, морфиз комплексов, да. Да, точно, точно, все, я все понял. Значит, вот это отображение, оно, это морфиз комплексов, вот этот комплекс, комплексов M, да, понятие в диаграмме комплексов. Поэтому вот этот прямоугольник, он коммутативный, предположение индукции. Мы пользуемся коммутативностью этого прямоугольника здесь, и, значит, дельтб переходит в такой элемент, который переходит в какой-то элемент здесь, так что вот, короче, вот так пройти то же самое, а здесь получается уже 0, поэтому это 0. Поэтому здесь получается 0, поэтому мы попали здесь... Мы просто используем предположение индукции. А вот это база индукции, окей? Ну, я не совсем просто понял. Потому что, на самом деле, как я понимаю, в чем проблема эта? В том, что вы строите из комплекса V комплекс F, да, я не знаю, я понимаю. Да. Вот в этом учреждении вы как-то можете его таким образом построить. Нет, я в этом учреждении еще не доказал, я еще не закончил доказать все. Я только проверил базу и объяснил, как у меня такая стрелка. Вот эта стрелка у меня реально определена, потому что вот этот элемент B, он переходит в элемент MN-1, такой, что если появится у него эта стрелка, вот эта композиция, вот так, по диагонали и туда, это то же самое, что вглубь и по диагонали, потому что это морфиз комплексов, я по индукции его строю. И, значит, у меня получается реально цикл в MN, вот есть такая стрелка. Хорошо. Это циклы в этом члене, то есть это ядро дельта. Ядро дельта в... Ядро дельта в... Ядро дельта в... Но только еще надо видеть то, что в облачении дельта в среди дельта. То есть там MN и MN. Почему не нужен? Ну, это не нужен. А, там два лишних индекса написалось, в тот смысле. Ну да, просто построили такой морфизм, естественным образом. То, что построено на предыдущем шарте, да, как иногда дает, вот такое вот... Да. Ядро дельта в среди дельта в том, что все. Ну, вдруг говорят, что сумаски дебиль, а в среди дельта в СН. А в среди дельта в СНГ уже все построили. Возможно, я бы не сказал, что... ...тогpadгерусства... ...это, что границы, границы, на планах... Хорошо, значит, мы построили такую стрелку. Тогда мы можем вот такую значу понятия составить. b n стрелка в зн-1, m крест, n, n, zn-1, n. a n, m, n. Вот здесь это наш исходный морфизм g. Вот это построенный морфизм. Этот у нас тоже был. А вот эта стрелка, это из mn в это произведение. Это... Да, это та лема, которая... Если лема, эта стрелка, как это лема строится, вот она. Вот мы сюда идем и туда идем. Там мы получаем цикл, и здесь мы получаем просто элементы, и они с этим циклом согласованы. И это содержание epi-полемия. И здесь мы можем это bn заменить снова на an плюс проективный и воспользоваться... Это решение, которое я показывал для базы. Построить поднятие вот из-за того, что это epi, а это проективный. Да, то есть можно я немножко прокомментирую? Угу. То есть вот, чтобы было понятнее. То есть вот то, что происходит, это следующее. Там нужно, значит, вот... Вот у нас есть только вот эта диаграмма, да? Когда только n. Если была бы только такая, то мы могли бы действительно написать, что в эту букву написано, что bn это an плюс t, и вот это отображение селективно, это отображение у нас есть, ну и тогда вот была бы вот, что на a... То есть это было бы вот a плюс an плюс b, какое-то... На an оно уже построено, его надо только вот на этом парке слагаемом построить, и у нас была бы вот эта стандартная картинка, что b отображается там в селективное mn, nn, значит, это как-то отображается сюда, и нам надо построить такой подъем, и мы это умеем делать. Вот это была бы вот ровная задача, совершенно классическая. Но проблема в том, что мы хотим не просто построить вот n-ных членов, такой подъем, а отображение комплексов. Вот. А чтобы было отображение комплексов, нам нужно палиться о том, что вот это вот отображение, которое мы строим вот сюда, таким вот образом, оно уважает вот то, что как бы оно способно с дифференциалом. То есть если мы возьмём дифференциал, и здесь применим построенную на предыдущем шаре, это будет то же самое, что если мы возьмём вот эту, и потом применим дифференциал. И то, что вот здесь происходит, то то, что вот эта диаграмма, значит, как бы мутирует вот в такую диаграмму, это несколько более сложная диаграмма, и цель ее такая, что вот если мы свели все к такому, то нам уже достаточно рассматривать только одну диаграмму. Уже про дифференциал мы можем забыть. Мы строим какой-то подъем, и все. И это у нас, значит, уже будет решением задачи про подъем отображения комплекса. А дальше вы можете левую повторить, если кто ее пропустил, особенно кто в воздух дышал, и чтобы было вообще понятно, как она значит. Ну вот тут, в принципе, написано все. От кличка фибрация это то же самое, когда вот такой морфизм, вот тот самый наш морфизм из MN вниз, это эпиморфизм для каждого N. Вот. Хорошо. Вы что, когда мы здесь его построили, там есть M0, 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 M0. Да. Точно. Справедливо. Сейчас. Значит, мы... Мы тогда в нулевом члене вот это то же самое делаем. То есть мы, значит, можем также, значит, составить морфизм из BN в... Что это будет? Цикл в минус первом члене это 0, 0, то есть просто в... Из B0 в... Да, из B0 в N0. Будет такой... Вот. И он будет эпим, да? Это мы по лиме знаем. Нет, что-то не то говорю. Не-не, это не то. Просто, почему такой морфизм, да-да-да. Значит, B0, N0. А здесь у нас будет A0, M0. Не-не-не, все, короче, это эпим просто потому, что... Потому что фибрация циклическая. Потому что для циклической фибрации вот это условие, вот когда мы здесь подставим 0, у нас получится морфизм из A0 в B0. В нулевом члене тоже будет эпи. Понятно? Нет. Как нет? Почему будет? Нет, нет, непонятно. Не верно, а непонятно. Почему будет? Ну, это циклическая фибрация, тогда туда, когда вот это морфизм в каждом члене эпи. Это 0, это 0. Но там же что-то, по-моему, в этой формулировке, что у меня это от вызова, это что вот в этих условиях одно, это... Здесь для любого. Вот у нас фибрация, основное, для n больше нуля. А для n больше нуля, что... А, цикликтивно. Да, изначально. А вот если это с причиной, тогда во всех членах цикликтивно. Окей. Хорошо, значит, теперь давайте построим факторизацию. Факторизацию в тривиальную кофибрацию и фибрацию. Вот здесь Goers, о котором я рассказываю, он делает это для R-модулей. Я пробую для абелев категорий. Следите за руками. Может быть, это не работает. Значит, я хочу... Вот, допустим, у меня n-комплекс. Давайте построим по нему такой комплекс p от n. Следующим образом. Вот мы над каждым... Вот у нас n и какой-то член. Я над ним могу взять проективное накрытие p. Тут взять отождественное отображение. Вот. И здесь n и минус 1. И это будет... Вот это будет маркзис комплексов. Правда? То есть вот эта стрелка у меня проективное накрытие, я ее не выбираю. А эта стрелка просто композиция f и delta. Ну, в другом порядке композицию пишешь. Сначала f, потом delta. Так? Хорошо, значит, вот это я построил такой... Давайте я назову я... Значит, комплекс d от i. Вот. А теперь я... Точнее... В общем, как-то надо это назвать. d от i с индексом n большой, скажем. Вот. В общем, я хочу по enter определить, как сумму по всем i больше нуля d от i n. Вот. Просто такую прямую сумму. Вот этих комплексов у меня проективное накрытие в каждом члене. Я вот так складываю. И таким образом я имею естественный морфизм из p от n в n, который epi в каждом члене, который больше нуля, да? И p от n запиши. Да. Да, и p от n, конечно. И это, значит, и гомологи его нулевые, да, вот этого p от n, потому что гомологи аддитивные. А у такого комплекса они нулевые. Хорошо. Тогда давайте... Если мне дали, значит, какой-то морфизм q, значит, его вот так скатаризуем. m плюс p от n n. Вот это просто включение, а это как бы q плюс... Ну, вот это отображение p, которое я не определил, никак не обозвал. Значит, это получается фибрация, потому что она уже на этом все реактивном. А это получается ациклическая кофибрация. Почему она кофибрация? Потому что коядро в каждом ощущении получается... Ну, это мономорфизм, коядро в каждом ощущении это какая-то сумма проективных, это проективно. А циклическая, потому что потому что вот это отображение, оно... Ну, в общем, потому что, если мы применяем к этому морфизму гомологии, то здесь гомология суммы это сумма гомологии, у этого гомологии нулевые, поэтому это морфизм индуцирован на гомологиях изоморфизм. Хорошо. Теперь, вот используя это, я хочу закончить лифт. У меня половина только... Значит, надо еще сделать вот такой. Значит, дает сначала такое замечание, что вот эта вот ациклическая кофибрация, которую мы построили, она... да, сейчас... да, она удовлетворяет левому свойству поднятия относительно всех фибраций. То есть, если я возьму вот эту вот ациклическую кофибрацию, M плюс P N, здесь любая фибрация, Q какая-то фибрация, то... Сейчас. Да, там сумма проективных, а как мы это делаем, чтобы это было естественно? Нам нужно морфизм комплексов получить. Да? А почему проективные проективные? Потому что сумма... Если комплекс подчлены проективен, то он проективен? Нет, мы проверяем, просто мы возьмем отражение в... А, ну да. Да, это как... Да, да, да. Ты прав, конечно. Да, это как в этой лемия сравнении, то есть, я так понимаю. Да, значит... Кстати, это наш момент, на самом деле, просто... сейчас А, П, это какой-то А, не разный. Да, Зим, я просто проективные складываю. Ну, мы можем аккуратно посмотреть, если... Нет, ну, по крайней мере, вот если у вас есть такой единичный, вот такой вот комплекс П, identity в П, да? Ну, что такое отображение вот этого комплекса вообще в любой другой комплексе? Ну, это вот оно так сюда и выглядит. Да? Ну, вот так оно сюда и выглядит, какой-то F, а здесь дельта F. Вот это, да, это отображение вот левого П, да, с одной стороны членом N, N и T, а остальное уже единственным образом подстраивается. Да. Вот, ну, я думаю, что не следует то, что вот и говорит, что это полетильный комплекс, потому что, если мы хотите из... вот... Ну, да, то есть, может показать, что там... что можно показать. А вы думаете, из произвольного... вот если у нас просто все объекты проективные не следует, что это проективный объект? А вот, может, и нет. Ну, это более сложный. Вот, может, и нет, кстати. Ну, вот из этого можно просто показать, что вы знаете, да, что такое вот отображение из этого B от N другой комплекс. Ну, давайте я на всякий случай скажу, что было написано дополнительно в ГОЭРСе. Там было сказано... Что народ может заходиться полностью. Так, это не получается. Ну, не знаю. Ну, просто, в общем, если вы в категории R-модулей, то вы можете определить определить P от N так. Точнее, вот этот вот, вот этот D, N от I можно так определить. D, N от I это просто сумма сейчас да, значит, это просто сумма по всем X из N и комплекса D от N где D от N это просто R R ID 0 0 здесь это N это N минус 1 сумма по всем элементам N и R-мод если мы в R-мод то вот в R-мод это является так мы берем просто сумму по всем элементам N и вот такого как бы единичного комплекса отсюда у нас совершенно естественный морфизм есть в этот комплекс который ну единичку каждого кольца отправляет в соответствующий элемент X с которым это кольцо связано и это значит эпиморфизм вот и если у нас если мы думаем об этом так то здесь мы имеем очевидное поднятие то есть если вот эта штука она размер больше нуля она эпи и мы можем значит у нас каждый элемент ну вот мы для каждого элемента просто это свободная сумма колец значит каждый элемент приходит в какой-то элемент у него есть прообраз мы просто в этот прообраз этот элемент отправляем и да наверное да наверное это в общем все все равно одно и то же то есть видимо в противных это тоже работает не-не ну вот вот вы знаете все же все же вот мне кажется что вам нужно знать что вы можете чуть назад мне кажется что отражение такого P P как комплекса N это нет ну вот там как у вас ниже написано это вы просто сказали что это N и D да то есть вот отражение из такого R V просто N и D да потому что из N вот а тут у вас что такое отражение комплекса P P любой комплекса N это ну это да это правильно то же самое что отражение из P в N и T да не N и T а отражение из C вот такая разница ну ладно хорошо в общем мы так или иначе имеем что вот эта ациклическая кофибрация обладает свойством поднятия относительно всех фибраций а мы хотим доказать это для любой ациклической кофибрации давайте возьмем любую ациклическую кофибрацию M пусть M из M в N морфизм это ациклическая кофибрация посмотрим значит на морфизм вот значит мы можем сейчас если мы ее факторизуем мы имеем такую задачу поднятия M плюс P N N тут ID вот факторизуя эту I мы имеем вот такую задачу поднятия это ациклическая кофибрация а здесь у нас вот Q это какая-то фибрация да а здесь наша вот эта замечательная ациклическая кофибрация особенная из-за того что эти два морфизма ациклической кофибрации по правилу 2 из 3 следует что эта фибрация тоже слабая значит следовательно ну да значит следовательно Q тоже принадлежит дабу V да эту задачу мы умеем решать если ациклическая кофибрация да ациклическая что ациклическая только последнем месте что ли что оно вот M0 0 там это только в начале да вы имеете ввиду в базе то есть да да видимо да что больше вроде нигде не использовали может быть это верно и для не только может быть понятий от кличностью мы не использовали вроде будет в итоге мы сказали что вот вот штука коммутативная и не использовали а не 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 она 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 ну да ну вопрос такой вопрос такой правда ли что если у нас морфизм просто эпи во всех членах вот не фибрация а еще измиря тоже эпи то он обладает свойственным понятием относительно всех это как-то вообще-то неправдоподобно потому что ну потому что левая потому что левая ортогональны ко всем вот кофибрациям должны быть в точности в точности цепрические фибрации если морфизм попадает в левую понятие относительно поэтому поэтому значит мы видимо где-то еще пользуемся иначе ничего если бывает во всяком случае такие может быть морфизм который во всех шлинах happy но не наверное может быть но не из-за морфизма легко ну ладно в общем вот значит мы получили что значит мы имеем тут понятие понятия это означает что я хочу сказать что вот это тогда а точно конечно да 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 мы используем вот эту мы используем эту лему и в этой леме существенно что это циклическое да мы ее используем да все понятно и вот мы имеем такое понятие а это означает что вот эта произвольная кофибрация это ретракт вот этой смотрите значит вот наша произвольная кофибрация и вот выделенная кофибрация m плюс p от n тут и снова произвольная m n и тут просто тождественное отображение здесь вот это поднятие которое нам дали и вот это вот q вот и вот эта композиция получается по композиции нижнего треугольника id таким образом таким образом в общем вот произвольная кофибрация ретракт нашей выделенной но наша выделенная кофибрация она обладает произвольная цикличка произвольная цикличка кофибрации это ретракт нашей выделенной циклички к фибрации она обладает левым свойством понятия по отношению ко всем фибрациям а левый ортогональный класс замкнут от ответственно ретрактов поэтому mn вот этот маршризм тоже в общем тоже ортогонален слева к любой фибрации q ортогональный q для любой q фибрации точно и а потом сумма проективных прекрасно да а он проективный наверное это очевидно то есть если взять там любой пиморфизм ну да замечательно значит все все чисто а здесь все понятно ну нет вопросов окей да ну мы будем всем это головами хорошо значит так мы закончили лифт и сделали половину факторизации осталось последнюю факторизацию сделать и в ней мы будем пользоваться тем же вот что и всегда мы будем пользоваться 16 категорий достаточно проективных там осталось еще одну факторизацию да значит мы хотим сделать кофибрация фибрация и слабая эквивалентность факторизации хорошо значит пусть у нас f из m в n морфизм давайте делать ее по давайте строить ее по индукции индукция по n индукции утверждение такое вот мы имеем значит какие-то объекты qk для k между нулем и n мы наверное хотим строго меньше n и вот значит у нас определенное отображение mk qk это то есть это морфиз комплексов там где например понятно то есть это морфиз комплексов какая-то тоже комплекс там свой дифференциал и мы предполагаем что значит вот этот морфизм сейчас да значит вот этот морфизм и что он что это инъекция с проективным ядром это значит моно и коядром то есть и коядро проективно вот с вот этим морфизмом p мы связываем вот морфизм qk в z k минус 1 q крест nk над циклами в n вот этот морфизм должен быть ap для любого k меньшего n больше равного нуля то есть я просто написал вот в вверхе написал ну просто обрезал его по n вот то есть до n мы имеем как раз эту картину что здесь у нас фибрация здесь тривиальная фибрация потому что вот это условие вот это условие оно соответствует с лемой означает тривиальная фибрация и нам надо построить значит следующий шаг давайте сейчас проверим базу база n равно 0 значит мы хотим сейчас да значит как нам сделать вот у нас m0 n0 как мы определим q0 сейчас ну мы можем а значит что у нас здесь получается здесь у нас когда мы вновь здесь все нули поэтому тут нам уже просто эпиморфизм просто эпиморфизм из q0 в n0 поэтому просто напишем здесь m0 плюс проективный вот а где эта стрелка это сумма ну мы проективно определяем как накрытие n0 вот мы берем n0 берем проективное накрытие здесь пишем сумму и вот эта стрелка эпиморфизм она уже на пэй эпиморфизм да здесь с проективным куэдром переход сейчас тут значит посмотрим тут морфизм mn тут объект mn объект nn здесь m n-1 тут q n-1 n-1 тут уже факторизовано вот и мы имеем такой естественный морфизм из mn в zn-1 q крест n-n над рассвоено над zn-1 n вот то есть если мы найдем здесь элемент мы примем к нему вот это отображение и вот это получим элемент q-1 ясно что это будет лежать в циклах потому что это уже лежит в циклах и там из того что там даже квадрат коммутативен это переходит в ноль что-то впройти два раза ноль и вот это отображение применяем которое нам дано которое мы хотим факторизовать f получаем вот эту пару и она рассвоена конечно потому что там все коммутативно значит вот имеем такое отображение и вот и для него мы используем то же соображение что мы сделали с базой берем мел берем проективный объект p и с ну берем проективное накрытие вот этой штуки значит p здесь плюс m n накрывает z n-1 q крест n n над z n-1 n здесь m n вкладывается проективное коэдро n-1 а тут у нас есть естественная проекция на n и вот в общем вот это мы определяем в качестве qn вот а вот эта композиция это получается эпиморфизм 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 да потому что сейчас не нет сейчас мы хотим нам нужно чтобы вот это отображение из qn в n-1 было циклической кофибрацией вот да и это означает что вот это отображение оно эпи вот по лемме и да значит а это отображение эпи по построению потому что мы здесь прям прохивно накрыть вот этого объекта так пользуясь леммой вот этой мы мы завершаем доказательство вот это все спасибо ну может быть немножко может просто я бы комментарий сказал что это это все может быть это